Привет, друзья, я Александр Преподобный. И знаете, я полностью поддерживаю самоанализ этого оккупанта. Ведь это единственный вывод для каждого триколорного солдата на территории Украины. Но в тылу у россиян пока все просто отвратительно. Это сумасшедший дом. Точнее, современная Российская Федерация. Мы, отряды Путина, категорически запрещаем Хэллоуин. А я, честно говоря, запретил саму Российскую Федерацию. Ну или как там ее правильно называть. Именно Российская Федерация. И завоз запрещенных препаратов людям пенсионного возраста. Особенно в Краснодарском крае. Никакого Хэллоуина. Ну а во временно оккупированном Крыму страшно и, честно говоря, без отрядов Путина и Хэллоуина. Говорят, там два прилета было. В местных чатах вообще истерика. Вот, давайте посмотрим. Итак, пишут, что в Севастополе кровати затряслись. На черемушках был хлопок. И окна даже задрожали. И где сирены, кто-то спрашивает. Это не паника, это пи***ц. Так, крымчанам напоминаю, это не... Это пи***ц. Это Россия и вообще русский мир. И, кстати, заканчивайте верить новостям. Слушайте оккупационную власть Севастополя. Вот там-то уверен Развожаев, этот местный типа губернатор, что вам, крымчане, просто показалось. Привет. Только к окну сейчас подошла. Такой прилет был. Не знаю, что там бахнуло. Это пипец. Кстати, про пипец. Я бы сказал, пипец полный. Это то, что методично делают с городом Авдеевка оккупанты. Вот, кстати, результат двухнедельных обстрелов. Военный эксперт Юрий Бутусов показал, во что россияне превратили некогда мирный украинский город. Посмотрите это видео без моих комментариев. А вот в нем показано абсолютно все, что нужно знать о так называемом освобождении Донбасса. И перешлите это видео людям, у которых, возможно, еще в одном месте находится вот это не так все однозначно. Давайте посмотрим. Вот что делать с местом российская армия. Вот это так выглядит. Справедливый геноцид украинского народа. Справедливый терроризм. Вот, смотрите, как выглядит. Да, так выглядит девятиповерховка. Сотни людей. И вот так, друзья, от этих домов и, по сути, жители освобождают десятки городов Донбасса. Кстати, лидер республиканцев в Сенате США назвал Россию, Китай и Иран новой осью зла на днях. Митч МакКоннелл уверяет, что если Россию вот сейчас не остановить, то следующими станут страны НАТО. Кстати, я с ним полностью согласен. Напомню, во времена Второй мировой основой стран оси стали Япония, Италия и нацистская Германия. Сейчас союзники Украины определяют такими Россию, Иран и Китай. Раз ли этому факту? Честно говоря, не особо. Нужно ли называть вещи своими именами? Однозначно. Давайте посмотрим, что вот эта новая ось зла приносит на временно оккупированной территории. Вот, например, в Донецке. Кроме убийств людей, они показывают, что якобы опережают время в технологиях. Смотрите. Изобретение не запатентовано. Кто-то может уже украсть. Смотрите. Сенсорное управление нажимает на кнопку, вода идет. Все. Помыл руки, попил, поднял. Все. Программа сработала. Захотел опять попить, опустил кран. Нажал кнопку, вода идет. Я бы сказал, шах и мат, бандеры. Но это еще не все благо оккупированных территорий. Теперь там мобилизуют студентов. А то, что местные штурмы все же проходят и проходят, а москвичей как бы сюда не особо присылают умирать. Я снимаю. Я был на передовой. Я все снимаю. Упери ребенки. Меня бросили. Это я вышел. Он на ребенка? Да ты еще на ребенка. Так вот по-моему вот сделать. Ты что, скотина, себе в голову? Ну, пока в Донецке творится вот это непонятное вакханалие, черная Маргарита Симонян снова вышла на арену. Ну, ей, конечно же, как и всегда, нужны украинские территории. Без них никуда. А вот причину для этого она придумала оригинальную. Причина в ляжках и пятой точке Одессита. Я мечтаю, наверное, познакомиться с этим человеком, потому что я конфигурацию его ляжек и, к сожалению, ягодиц уже выучила наизусть, поскольку не смогла оторваться от этого видео, признаюсь вам. В разгар мобилизации на Украине вот такой чувачок расхаживает по Одессе. По нашей Одессе. Полюбуйтесь. Не знаю, друзья, может, Симонян за моей спиной лампу отключила, но бог с ней. В общем, Марго так разволновалась от этого Одессита, что решила, что Одесса должна быть российской. Чтобы, так сказать, роднице с ляжками одесситов. Друзья мои, братья и сестры, как говорится, сограждане и соотечественники. Может быть, это не главное, но одна из очень важных причин, почему Одессу надо забирать. Без нас они про***т все полимеры. Помните этот ролик? Вот все про***т. Забирать, забирать, домой, домой, домой. Будут ходить в красивых платьицах, парни в шортах, в брюхах. Все будет нормально, хорошо и по-человечески. Давайте еще раз. Ее возмутил креативно одетый и танцующий парень. Мы, честно говоря, тут моей внешности Маргариты обсуждать не будем, потому что для этого есть Тигран Киосаян и его личное терпение, и красные линии. Она хочет, чтобы выглядели-то все одинаково, как в Северной Корее. И, конечно же, не видать тебе маргу Украины, давай напомню, как, собственно, твоей совести. Но вот таких упоротых с экранов им же показывают каждый день. Вот и гайданутый Ахлобыстин даже несет, что пролитая в Украине кровь, она, оказывается, не заставила россиян опомниться, а, наоборот, их объединила. У нас вот до этого времени не было одной темы, о которой бы мы все думали. Вот подумайте, кто-то футбол любил, да, вот в одной теме, кто-то рыбалку, кто-то шитье, кто-то гламур. Почему нет? Ну, мы разные. Кто-то запаривался на спорте. Но вот одной такой, чтобы все, не было. А СВО началось. И вот эта так линча, это общая тема. Вот эта кровь нас всех начинает объединять. Она и сделает нас обществом. По мнению Ахлобыстина, убийство, кровь, это то, что россияне обожают. Да, друзья? И это заявляет бывший священник. Прекрасно. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Вот в русском варианте это должно звучать так. Все, что не убивает нас, нам не интересно. Вот реально. Любим так, пьем так, воюем так, все у нас так. Ну вот, такие мы. Есть понимание того, что всех нас могут убить. Всех вас и правда могут убить. Свои же. Вот очередная милая история про героя путинской войны. Значит, убийца, который теперь абсолютно свободно гуляет по стране и своей родине и еще тысячи таких. Я бы хотела Путина спросить. Смог бы он простить за такое? Как вы помилованием подписываете? А вы подумайте, кого вы помиловали? Убийца дочери Анны отсидел всего два с половиной года из восемнадцати. Осенью 2022-го он завербовался в ЧВК «Вагнер» в обмен на помилование от Путина. Пробыл полгода на войне и вернулся в Калугу свободным человеком. И подобных случаев стало настолько много, что ходят слухи, что о них даже Кремль запретил говорить с телевизионных помоек. Ну, это вполне логично. Потому что это дискредитирует путинских мальчиков. Но, россияне, вы не унываете. Один из ваших священников, невменяшек, таки предлагает креативный способ борьбы с унынием. Четками. По мордасам. Иногда боролись старцы, так брали четки. И по мордасам. Тоже очень хорошо от уныния помогает. Ну, все это, понимаете, все это уныние, вот это сюсюканье. Мы же начинаем себя жалеть. А вот Соловьев тоже хочет бороться. Правда, не с унынием, а с новоиспеченными россиянами. Кстати, Соловьев совсем не расист. Ну да, он так просто считает, что нужно отправить умирать за Путина всех мигрантов. Ну, это случайное совпадение. Это вам не какая-то американская мечта, а это российская реальность. Большое количество новых граждан Российской Федерации из бывших наших республик. Очень по-разному себя ведущих. При этом я что-то не увидел, чтобы гигантское число этих наших новых граждан, например, служили в армии по призыву. Или пошли сейчас в зону специальной военной операции. Может быть, в этом вопросе тоже надо навести порядок? Притом, чтобы был государственный подход. Ну, например, если вновь получивший гражданство отказывается выполнять свой гражданский долг и идти служить в армию, то он гражданства лишается и депортируется на родину. Кстати, маленькая ремарочка от российских паспортов. Только в этом году, друзья, отказались более четырех тысяч человек от них. И это больше, чем за весь 2022 год. Видать, какой-то Равшан где-то немножко перешел дорогу Вовке, палатке. И он от этого так негодует. А Равшан, кстати, сделал правильно. А то получается интересная тема. Наши мужики идут, воюют, а их места занимают граждане, которым плевать на Россию, плевать на нашу культуру и плевать на необходимость выполнять свой долг. Так в России уже сплошная победа правосудия. О чем мы вообще говорим? Вот в Татарстане сыну Кадырова, Адаму, который, я напомню, избивал превселюдно студента, вручили повестку российского студента. Ну, ребят, это, честно говоря, была такая шуточка. Ведь вручили ему орден второй по значимости в Татарстане за то, что он, сын Дон Дона, написали как за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Короче, вывод такой. Кто бьет россиян, оказывается, спасает Россию и объединяет конфессии. Если согласны, друзья, что Кадыров скоро попросит своего сынишку дать леща Путину, а тот в ответ наградит его орденом за мужество, подписывайтесь на канал Грощи, ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите, какие новости обсуждаем с вами завтра. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok